Здравствуйте! В эфире Утро Хакасии. С вами я, Ольга Могучая. Сейчас новости короткой строкой, а после расскажем, как можно попасть на экскурсию в нашу гостелерадиокомпанию. Занятия проводятся в обычном режиме. 27 абаканских молодых семей получат субсидирование по ипотеке. Такая мера поддержки введена с 2007 года. Город предоставляет финансовую поддержку семьям Абакана, прожившим в браке не менее 10 лет, а также одиноким родителям с детьми. Пожарные Абакана соревновались на скорость и выносливость. Задача подъем на 17 этаж по лестнице, да еще и с тяжелым обмундированием, оказался по силам всем. Но быстрее всех стал победитель прошлых соревнований Сергей Великасов и во время минуты 55 секунд. Посетить телестудию – мечта многих, и гостелерадиокомпания «Хакасия» может ее осуществить. Мы готовы рассказать и показать, что происходит по ту сторону телевизионного экрана. Век царствования интернет-технологии телевидения по-прежнему не сдает своих позиций и не теряет популярность. А все дело в том, что развивается оно в ногу с прогрессом. Телестудии оснащаются самым передовым оборудованием, качество сигнала постоянно улучшается. Финальный, теперь это уже цифровой продукт, картинка на ТВ-экранах в каждом доме, становится максимально точным отражением реальности. Всего этого телевидения добивалось десятилетиями. К примеру, наша студия ГТРК «Хакасия» целых 60 лет. О том, как было в этих стенах раньше и как сейчас, абаканцам рассказывают экскурсоводы, ветераны телевидения «Хакасии». Вместе с гостями, школьниками, студентами, представителями старшего поколения они вновь и вновь совершают путешествия по этим коридорам, аппаратным, монтажным. Экскурсанты всегда впечатлены. Для чего нужна вышка? Я вообще не знала. Я думала, просто башня. Сейчас, значит, вам уже рассказали, что это за башня. Для чего же она нужна? Она 200 метров в высоту и то, что ее раз в 5 лет красят. Для того, чтобы самолеты видели и не врезались в эту башню. Впереди ребят ждет еще одно открытие. Посещение самой современной передовой в республике телевизионной студии. Многочисленные микрофоны, видеокамеры, софиты, телевизионные плазмы. Огромное пространство. Сегодня в студии очень много людей. Во время же прямого эфира здесь лишь два человека, ведущий и телеоператор. Примерить и ту, и другую роль на себя в рамках экскурсии всегда пожалуйста. Здравствуйте, в эфире «Вести Хакасии». В Хакасии началась подготовка к весенним паводкам. Да, быть ведущим непросто. Залог успеха в этом деле – отличная дикция и знание эрфоэпических норм. Если вдруг ударение забылось, на помощь приходят словари. Я хочу показывать новости по телевизору, быть ведущей. Раньше я не хотела. Думала, эта работа не такая интересная. Но сейчас я поняла, что это очень интересно – показывать и узнавать всякие новости. Мне бы так хотелось, чтобы все школы города Абакана и все ученики посетили эту экскурсию. Потому что настолько уникально. Дети узнают столько нового. Кстати, возраст экскурсантов не ограничен. Главное – собрать группу единомышленников и позвонить по указанному на экране номеру телефона. ГТРК «Хакасия» всегда рада новым знакомствам. Наталья Громашова, Дмитрий Кузнецов. Вести «Хакасия». И у меня на этом все. Я желаю вам удачной рабочей недели.